но собственно сегодня мы с вами изучим колясочку компании джулс это бренд появился совсем недавно в ассортименте магазина первая коляска я впечатлен мне очень понравилось качество это настоящий премиум сегмент моделька называется да и плюс эта колясочка два в одном ну такое своего рода трансформер я вам покажу это все соответственно в двух словах технические характеристики давайте посмотрим важный момент многим вес 14 2 с люлькой 13 3 сиденьем спинка нас 95 180 очень недурно соответственно с рождения до 5 лет ширина колесной базы 59 сантиметров и максимальный вес ребенка 22 килограмма вот собственно основные характеристики этой коляски и точных характеристики сантиметры все все вот это вот будут по ссылке в описании на магазин первая коляска если после обзора вам понравится эта коляска также вы там сможете заказать вам ее привезут собственно давайте изучать люлечка уже стоит у нас с нее мы начнем потому что ей будете в любом случае 1 пользоваться люлечка у нас такая вот классическая ровненько и аккуратненько кстати по материалам очень тактильно приятный материал действительно классный гладкий такой нежный качественный материал в козырьке у нас естественно есть москитка все это можно расстегнуть дополнительно на козырьке у нас есть еще один одна секция козырька который можно убрать в случае необходимости она на замочке ее можно демонтировать и что мне еще очень нравится слышите нет вы ничего не слышите потому что бесшумные замки стоят крепления козырька и соответственно не нужно никаких кнопочек нажимать вам просто нужно надавить и он у нас откроется или закроется вот эта фишечка прям классная на многие большинстве колясок нужно кнопки нажимать то такое себе не очень удобно так из фишек давайте сразу про фишечки коляска вся в этом соответственно здесь у нас есть замочек сейчас открою его в некоторых брендов и то есть дети некоторые любят ездить на животе соответственно вот так вот опускаем я думаю вам хорошо видно вот моя рука ребенок лежит на животике и смотрит вперед и ему все видно особенно летом это очень очень прикольно вот я думаю сразу видно жесткое деревянное дно коляски используется пластика здесь никакого нет так сейчас мы закроем это все обратненько раз соответственно давайте заглянем внутрь самой люльки для транспортировки у нас здесь есть бампер который используется и в прогулочном и в люльке привычном блоке имею ввиду и в люльке я пока сторонку уберу чтобы не мешал вот это вот накидочка у нас тоже видите с дополнительным бортиком достаточно сильно поднимается здесь на накидочке тоже есть такие небольшие кармашки сейчас откроем все на замочке нигде не задувает не поддувает в этом плане все замечательно соответственно смотрим на нее внутри все мягенько все обито классным качественным материалом абсолютно дышащий материал используется в матрасике матрасик большой такой плотненький вот видите то самое деревянное дно тоже с отверстиями чтобы меньше прело все в общем вот такая вот интересная люлечка здесь кстати в люльке тоже есть дополнительно кармашек вот такая типичная классическая классная глубокая большая люлька который в принципе претензий нет теперь давайте мы посмотрим с вами на прогулочный блок здесь нужно немножечко под разобрать и воспользуемся чудесами монтажа чтобы вы сразу увидели прогулку так что сейчас смотрим на прогулку вот собственно прогулочная колясочка прогулочный блок точнее говоря установили бампер я вам говорил что он один и на люльку и на прогулку потому что люди спереди он ставится и соответственно он один у вас на все случаи жизни и получается сразу видите блок естественно реверсивный и по ходу и против хода можно устанавливать вот у нас 180 градусов и 95 градусов именно в сидячем положении подножка у нас также регулируется кстати по длине прикольно дети же у нас растут куда деваться и соответственно подножка далеко не всех колясках регулируется именно в длину здесь у нас получается самому маленькому будет прям ножку до поставить они не будут болтаться и уже на вырос соответственно можно регулировать козырек у нас тот же самый используется он не меняется и в прогулке и в люльке он один и тот же используется с этим вот проблем нет также у нас есть мягкие накладки на паховой и на плечевой зоне и соответственно есть мягкие накладки даже смотрите на поясничной зоне видите получается здесь подушечки между ног подушечки на плечах подушечки сам бампер естественно тоже в к коже обид но не такой сильно мягким нормально он же у нас как калитка откидывается в этом отношении все хорошо продумано давайте поставим ее по ходу движения чтобы вы посмотрели вот как это выглядит как по мне очень даже симпатичная стильная колясочка вообще к ней вопросов нет мне лично зашла очень нравится и самое главное переделка люльки в прогулку ну и соответственно наоборот это не какой-то квест который надо там выполнять с трудом принципе замочки 1 1 1 липучки парочку 1 1 и все 10 минут максимум вас то займет если вы это делаете первый раз в общем теперь давайте изучать раму что из себя представляет рама она вся очень хорошо собрана качественно вообще претензий нет ручка у нас регулируется по высоте и что меня очень впечатлило когда первый раз попытался отрегулировать ручку это холодок вот этих вот алюминиевых металлических кнопок которые у нас высвобождают регулировку ручки по высоте прям берешь и металл обычно пластик здесь металл ну за этот прайс конечно должно быть все сделано четко соответственно ручка регулируется телескопически очень удобно под любой рост подогнать можно она тоже вся в к коже про строчечка ромбики ниточки все дорого-богато как мы любим соответственно с ручкой понятно что касается амортизации давайте проверять спереди у нас какая ситуация так спереди насколько помню не было но она была очень приличная сзади да у нее очень хорошая амортизация сзади что касается тормоза здесь самый такой классный тормоз оба раза мы можем нажать на нее соответственно не ковыряя обувью вот такой багажник жестким основанием отгибаем соответственно что-то туда кладем вопросов нет все сделано качественно колеса не надувные это легкие полиуретановые колеса сама коляска вы видели она не очень тяжелая естественно вы слышали точнее колеса можно снять если нужно для транспортировки так еще момент вот здесь вот у нас есть маленький кармашек для какой-нибудь заначки небольшой но что тогда можно туда положить соответственно давайте теперь посмотрим как колясочка складывается сразу говорю с прогулочным блоком она не складывается слишком она громоздкая получается поэтому прогулочный блок мы вынимаем отдельный элемент нас получается кладем его первым а потом складываем уже непосредственно раму чтобы сложить раму нажимаем здесь вот кнопочки и как крючки на себя давим вот так вот и соответственно в принципе достаточно компактно аккуратненько просто если оставить здесь блок он отсюда торчит туда торчит получается не так компактно как хотелось бы соответственно рекомендую складывать ее без прогулочного блока если место навалом то не вопрос складываете но я бы убирал чтобы с туда вы сэкономить место так собственно все по коляске все что хотел рассказать рассказал подытожу мне нравится я никогда особо даже не знал что за бренд такой джул знаете слышал краем уха но вот показали нам рассказали действительно впечатлила коляска качественная очень качественная бы так сказал это самый настоящий премиум сегмент тут вопросов нет это что она трансформер я вообще не до такой не любитель прям сильно этих трансформеров мне по большому счету лишь бы было удобно пользоваться здесь с этим все хорошо по плавности хода достаточно то что здесь спереди она такая жестковато это ничего страшного здесь вся нагрузка идет на заднюю ось этой амортизации всегда хватает посмотрите какой большой ход принципе неплохо собственно подытожу мне нравится могу рекомендовать как минимум для рассмотрения эту колясочку обязательно посмотрите если ищите трансформеры да даже не важно трансформер вы ищите или нет она два в одном все тут как это реализовано это не важно это хорошая классная колясочка два в одном что касается комплектации кстати так козырек люлька сиденье матрасик и накидка на ножки накидка на ножки это не в прогулочный блок а в люльку то что на замочке стягивается принципе все добавить нему больше нечего хочу лишь пожелать вам хорошего грамотного выбора колясочки для вашего ребенка и всего доброго до свидания